Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен всем новостям, которые у нас были на прошлой неделе. Я по определенным причинам не сумел в тот самый день, в тот самый период, когда у нас вышли анонсы с Пасхой, с прочими интересными мувами, влететь, записать, рассказать, поделиться своими впечатлениями и мыслями по этому поводу, поэтому я эту тему как-то пропустил. И на нее особо внимания не обращал. В этом посте, а именно в посте Пасхи, у нас были объявлены все скидки, ивенты и прочее, что у нас будет в игре на протяжении двух непосредственно недель. Ну и конечно же в этом посте была информация по поводу 1 апреля, но уже сегодня, может даже раньше, инфы о 1 апреле просто вдруг резко не стали. Для тех ребят, кто видел и те, кто знает, что там было, я нашел скрин, ну мне конечно помогли, потому что я бы его и так не нашел нигде. В котором было написано про день смеха и было написано про карты и про то, что вообще будет у нас на 1 апреля. Тогда я на стриме, когда у меня ребята зашли и спросили, типа что это реально такое будет, я сказал, что это, ну инфа сотка, 1 апрельская шутка и с такого ничего не будет. Но были те ребята, которые меня переубеждали и говорили, что такой расклад реален. Но я для себя конечно же понимаю, что у нас происходит в игре на протяжении уже, ну так, последних лет 4 с 1 апреля, да, и какие там инсайды всякие влетают и все прочее. По этому поводу решил сегодня вам немножечко ясность внести, ну и развеять какие-то определенные мифы. Поэтому, что касаемо дня смеха, данный пост и сама история о том, что сейчас уже этой информации нет, уже как бы говорит всем о том, что такого не будет, да, но я об этом мог сказать вам в принципе и раньше, да. То есть здесь как бы нет ничего такого сверх нового, ну для меня как игрока, который играет давно в этой игре и он понимает, что такое невозможно сделать и здесь есть определенные свои причины, да. То есть если с контейнеров у нас должны падать устройства, должен падать дрон, модуль и все прочее, для того, чтобы это сделать, нужно потратить безумно большое количество времени. Ну и вообще чисто в теории, зная разработчиков игры, зная то, как работает этот механизм, я бы сказал, что это сделать практически невозможно. И здесь по сути все, что написано по поводу устройств, дронов и прочего, это по сути обычные призы с ультраконтейнером. То есть не больше не меньше, это обычные призы, да, и то, что здесь как бы это написано, дело, да, то, что там может выпасть, ну как бы. Вы должны понимать, что это танки онлайн и чисто в теории, ну такого просто быть не может, а чтобы у нас в голде падали какие-то там такие вот мега крутые содержимые с контейнером, да. Ну обычные призы с ультраконтейнера, но не с голдов, которые будут с третьего по пятое число и понятное дело, что все это дело разработчики убрали. Ну а что же будет у нас на 1 апреля, спросите вы меня. А я думаю, что здесь все как всегда, ничего не поменяется. Все мы знаем, что у нас уже на протяжении трех, может даже четырех лет в игре было на 1 апреля. И все будет как всегда, будет возможность поймать премку, будет возможность увидеть, как хакается, ломается голд и из одного ящика падает два. Будет бомба, будет бессмертие, будет еще что-то, да, что у нас там было, я уже не помню, если честно. Но все это будет, кристаллы, да. Поэтому один миф, я думаю, что развеем. Ну и второй миф, о котором тоже многие начали говорить, об этой вот этой замечательной коробке, то, что совсем скоро она будет в игре и что это за коробка. Никто не понял, как она работает и с чем она вообще связана. Тут я тоже думаю, что это либо коробка, которая якобы придумывалась под те же самые 1 апреля, да, под этот ивент, который будет с, получается, 2 апреля по 5, не включительно. То есть 2, 3, 4 число с пятницы по непосредственно воскресенье, что, ну, это было связано с этой коробкой, которая будет падать, и из нее будет падать вот этот замечательный дроп. Либо же есть другая теория, есть другая информация о том, что якобы это будет новый дроп, как припас, который будет связан с критическим уроном. Но, что один расклад, который я уже озвучил раньше, что второй расклад, как по мне, нереален, и эта коробка очередной вброс информации, который должен быть развеян 1 апреля, а именно завтра. Ну, с этим, конечно, с этой коробкой немножко больше вопросов, здесь могут быть свои определенные подводные камни, и не все так однозначно, я могу быть здесь не прав, но я почему-то все равно склонен к тому, что... Это какая-то определенная разводка, и максимум, что это может быть, это какой-нибудь прикол под 1 апреля с коробкой, которая там, ну, падает какая-нибудь дичь, там, типа падает, хоп, коробка, ты открываешь там пусто, там, или еще что-то такое, да, то есть... Но, не более того, не думаю, что это будет что-то связанное с критическим уроном, и с этим всем, да, делом. Я думаю, что это все же больше обычная вбросовская инфа под 1 апреля, под шутку, завтра, я думаю, что в игре еще что-то будет связанное с такими движениями, где мы увидим какую-то попытку обмана и шутки, но одно меня, наверное, таки радует и не расстраивает, то, что я думал, что, скорее всего, на 1 апреля и на весь полноценный ивент у нас в игре вообще ничего не будет, да, не будет никакого прикольчика, не будет старых голдов, которые все заходили ловить, кайфовать. Ну, потому что, ну, вы сами понимаете, что 1 апреля в игре у нас уже на протяжении нескольких лет, это один из тех ивентов, на которые, ну, заходят прям те игроки, которые вообще не играют в испанке. И тот факт того, что поста нет, вброса никакого нет, и все это дело уже удалили, что было у нас написано, да, что будут якобы там какие-то суперпризы, говорит мне о том, что все будет возвращено в том же самом виде, в котором был прошлый год, позапрошлый год и позапозапрошлый год. До этого я просто чисто в теории уже не помню, что там было, раньше говорить не буду, да. Поэтому, как-то так, друзья, как-то так, инфы, из той инфы, что у нас есть, осталось только вот. Вот, каждый сам за себя, повышенный шанс выпадения голдов, рандомный золотой ящик с веселым содержимым, а именно веселое содержимое, все мы вместе с вами знаем. Карта, трибьют, молотов, тишина, карты, к слову, довольно-таки адекватные. Я бы, наверное, был бы больше склонен, наверное, ну, тишина, трибьют, а по сути можно на любой карте ловить, на любой можно ловить. В каждой карте есть свой прикол, надо просто немножко больше ознакомиться с точками, ну и там уже, как бы, переходить к всему этому делу и смотреть, что же у нас там будет падать. Хорошее, красивое, замечательное. Поэтому, как-то так, друзья, надеюсь, для вас данные вопросы стали теперь более ясны, если до этого периода времени у вас еще были какие-то вопросы, вы думали, что же будет на 1 апреля, что же мы увидим, какие голды, какие ящики. То сейчас у вас уже должна быть стопроцентная ясность по этому вопросу и вы должны быть уверены и готовы фармить премочку. Ведь премочка, даже у меня, даже у меня премочка уже завтра заканчивается. Как-то так, друзья, если вам понравился данный видеоролик, то обязательно поддерживайте его лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok